У меня одна реплика по этому поводу и один может быть дикий вопрос. Давайте я начну с дикого вопроса. А вот существует такая структура, как природоохранная прокуратура или что-то вроде этого? Существует. А это не может войти в зону компетенции именно прокуратура? Кто-то же должен надзирать за соблюдением, в том числе и природоохранного законодательства. Если в заповедной зоне начинают строить... Но это же прямой, по-моему, повод или причина. Вопрос совершенно справедлив, но я скажу вам, как работает природоохранная прокуратура. Она работает конкретно по делам, по фактам нарушения. Вот если есть нарушения, они выйдут. Но если при этом окажется, что все документы будут разрешительные в порядке, несмотря на то, что идет уничтожение природного объекта, прямое, то прокуратура разведет руками и скажет, документы в порядке. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Что? И умоет руки. По сути, да. По сути, да. Мы сталкиваемся с этим постоянно. То есть вот уровень генплана сейчас, он очень в этом плане опасен, потому что он примет решение. В соответствии с ним начнутся приниматься следующие решения. Выстроится вот эта цепочка документов, в конце которой будет уничтожение, например, природного объекта. И все будет в рамках закона. Мы вас уничтожим в рамках закона. Я понял. Я вот теперь после этого дикого, наказывается, не совсем он дикий, вопрос возвращаюсь. Если кто-то, может быть, обратил внимание, вот Юлия Ильдаровна, когда выступала, она мельком так, по церединку, но сказала, прозвучала, если я неправильно запомнил, вы меня сейчас поправите, что генплан удовлетворяет интересы девелоперов и финансовых структур. Нельзя ли конкретизировать вашу позицию? Не хотите ли вы тем самым сказать, что, собственно говоря, в интересах этих структур он и делался? По сути, я думаю, так оно и есть. Ну, если это так и есть, тогда о чем мы сейчас, о каких белянках, кузнечиках говорим? Я всегда верю, что это вы слышали. Вот знаете, я всегда верю в здравый смысл. Когда вот в 2008 году был проект на архитектурный семинар, а мне вот как бы периодически удается в этом участвовать, и мне тоже пришлось там быть экспертом, речь шла о том, что на самом деле любая территория, любой город может развить очень небольшую территорию. Александр Алексеевич, поправьте, если я не права, то ли 30 гектаров, то ли 30 квадратных километров. 25 гектаров в течение года. То есть скорость развития города любого. Освоить 25 гектаров в течение года. Это возможность. Да, американского, европейского. Не более того. Не более. Вот 25, по-моему, 30 гектаров было. И, соответственно, говорили, что вот если вы берете генплан города, вот смотрите, как он может развиваться, вот ориентируйтесь на эту цифру. То есть все мощности и возможности города по средним меркам, скажем так, мировым меркам, это 25-30 гектаров. Все. И поэтому, когда мы вот сейчас смотрим на то, что как бы вот такой мощный, прорывной во все направления начинает работать генплан, причем он работает ведь на уплотнительную застройку, по сути, он работает, то начинаешь задумываться, в общем, как это все будет осуществляться, и насколько это действительно соответствует, мы скажем, мировым, ну, мировым, так скажем, критериям. И я еще чуть продолжу вот по поводу транспорта, что вот было очень большое обсуждение по транспорту, но обратите внимание, несмотря на то, что больше всего этот вопрос обсуждался при подготовке генплана, самое большое количество вопросов возникло именно в связи с транспортом. И при этом сразу нам претировщики говорили, что они вызвали вот целую команду, что они по ночам выезжают на территории, что они работают с жителем, и мы вот тут поправим, тут поправим, тут поправим. Но у меня в таком случае вопрос, ну хорошо, а по остальным-то территориям тоже огромное количество вопросов возникает. А по ним, когда ночами будут выезжать проектировщики, будут приглашать, скажем, толпы экологов для того, чтобы с ними ходили и показывали, когда это случится, ну там ничего нет. Ну мы опять возвращаемся к вопросу о стратегическом мыслении или о его отсутствии. У меня просто, спасибо, Дэвиса Мансур, но у меня уточнение, Александр Алексеевич. Вот вы сейчас обменялись уточняющими фразами, минуточку, о том, что 25 гектаров – это тот ареал, который реально социум может освоить в течение года. Я читал, может быть, краем глаза только видел, но, по-моему, Викулов, представитель Гаугенплана Москвы на одном из слушаний сказал, что территория Казани примерно равна в настоящее время территории Москвы, если смотреть ее в пределах МКАД. Но при этом в Москве в пределах МКАД живет около 10 миллионов человек. В Казани со всеми присоединенными, даст бог, если живет миллион двести. Как вообще такое возможно? Вы сейчас сказали, что ведется тенденция к уплотняющей застройке, а если верить этим цифрам, да, вот сопоставить население Москвы, умещающиеся на этой территории, население Казани, то получается, что у нас пустой город, что у нас очень маленькая плотность населения на квадратный километр. Вот у нас такая ситуация, что примерно на 150 квадратных километров центральной части города живет 850 тысяч человек. Это плотно. На 150 квадратных километров. Остается еще, сколько там, ну почти 400. На них живет, значит, все остальные. То есть вот такая здесь пропорция, такой неравномерности. Вот если тут открыть вот этот чертеж, то это видно. И что с этим, ничего не собираются сделать разработчики вот этого проекта генплана? Это нормально? Они нет, ничего не собираются, особо ничего не собираются делать. Нет, а то есть они считают, что это нормально, что ли? Это вот так и должно быть? Или вы как считаете? Хорошо, я переформулирую. Я так не считаю. Но это к чему приводит на самом деле? Вот мы говорим про экологию, про озеленение, про транспорт. На самом деле получается, что у нас основная часть транспорта идет через центр. У нас сегодня такая ситуация произошла. Вот когда мы собирали материал в 2002 году для того генерального плана, который в 2003 начали разрабатывать, мы проводили обследование, и у нас на территории Бауманского, тогда был Бауманский район, Ивахитовского района, было примерно 40 тысяч рабочих мест. Сегодня же на этой территории вот уже обследование провели к новому генеральному плану 175 тысяч рабочих мест. То есть центр все время уплотняется. Все эти люди, которые туда приехали на работу, они, во-первых, многие приехали на машинах. К ним приезжают еще и посетители, клиенты, и они тоже на машинах. Поэтому центр забит машинами и переполнен. А другие территории относительно свободны. Более того, что по зельне теперь возьмем? Если мы посмотрим, то у нас где-то, наверное, процентов 40, если не больше, вот тут, может, Мансур лучше даже меня знает, это Лебяжье, основной массив леса, который нам дает процент озеленения города. А во многих территориях вообще практически озеленения нет. Лесцентр практически вообще без озеленения. Что там у нас есть? Этот Лицкой садик, Эрмитаж, там Черное озеро, и все. А вот эту задачу Гимплан вообще не пытается решить. А кто-то может сказать вообще, ведь существуют нормативы озеленения, да, в городских? Вот сколько, если от норматива Казань, сколько имеет процентов? Процентов 20, 15, меньше? Да, где-то порядка 20% у нас с небольшим. Вообще, как бы... Это еще от советских нормативов, насколько я понимаю, да. А вообще, как бы, все такие специалисты, они все считают, что где-то 30% это минимум, вообще лучше, если 50 зеленых территорий в городе. Так, давайте вот о чем имеется в виду 50? 50% территории должно быть занято зелеными насаждениями? Именно так, да? Все туда входит, но при этом, видите, еще важно, чтобы эта зелень была более-менее равномерно распределена по территории, а не то, что у нас основной массив зелени, это массив Лебяжьего. Ну да, легкий даже и дышать. Если маленькую, да, Эра. По поводу степени озеленения, существуют различные нормативы, в общем-то. На самом деле, надо, чтобы было не меньше 40-50, даже 55% там для промышленных городов, чтобы озеленение было. Какой-нибудь из городов России соответствует? От площади городов. Нет, есть города, которых достаточно высокая степень озеленения, да, но на самом деле, это беда многих городов, особенно старых, нехватка. По официальным меркам, у нас порядка 20%, мы считали, в 2007 году у нас получалось меньше, у нас получалось поменьше, потому что учитывается площадь не просто каких-то насаждений, а садов, общественных садов, имеется в виду, парков, скверов и насаждений улиц. А вы как понимаете, в каждом парке есть и асфальтовая территория. Поэтому вот эта официальная статистика, она никогда не ввязалась с результатами исследования. Вот сейчас Айрат пока говорит свою реплику. Я попрошу ребят, запустите, у нас тут в порядке то ли анекдоты, то ли что, мы сейчас вам покажем один маленький сюжетик по поводу зелени и как это делается. Ремарка такая по поводу генплана. У них предусмотрен рост территории ООПТ, особо охраняем природных территорий. Рост зеленых, то есть рост зеленых территорий вроде бы есть по этому генплана. Но был задан вопрос на общественных слушаниях, за счет чего происходит этот рост, который у вас показан в презентации. По-честному... Там, по-моему, чуть ли не в 7 раз обещанную величину. Нет, не в 7. Было 12%, стало там 15% условно. Был задан вопрос. За счет дворов? Лично я задал вопрос. Нет, Григорьев отвечал на него и по-честному ответил за счет присоединения сельхозугодий. Только за счет присоединения окраин у нас происходит рост зеленой территории. Но ни одного нового ОПТ на территории Казани не появляется. То есть у нас получается с окраин еще более-менее зеленка, пока ее не отрезали. А вот в Новом Саидновском районе у нас и существующие начинают резать. Роща на Гаврилово. Этих проблем много. Сейчас как раз в Новом Саидновском районе давайте посмотрим один маленький сюжетик. Я думаю, что Мансуровна здесь впрямую это касается ее прошлых битв. Это вот видите, да, что это такое? Помните прошлые битвы? Да, 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 да. Я просто хочу сказать, что я сам там неподалеку живу. Вот сейчас камера панорамирует. Это вот так называемый жилой комплекс столичный. Вот в 2010 году, когда я переехал там на Нигматольевую квартиру, там висела такая аппликация, что это было заболоченное место между дворцом и отдых видов спорта Чистопольская, Сибгата Хакима и вот Нигматолин, такой кусок. И там была аппликация такая, что вот здесь будет парк разбит. Прошло три года, значит, вместе с парком с Ваенобилием стал возникать этот комплекс. Там жильцы какие-то, ну, активность проявили, стали спрашивать, там кого-то выдернули из местных администраторов, их успокоили, говорят, не беспокойтесь, принято решение, парк будет от дворца водных видов спортов вдоль показанки, Домаста Милюни, вы, наверное, в курсе, да, такой идеи? Чистично. Две недели назад, я вам хочу сказать, мы весь сюжет уже показали, да, все? Две, по-моему, недели назад на том участке, который обещан подочередной парк, заработали свои бойки. Паспорта объекта там нет, поэтому что-то сейчас сказать было бы опрометчиво, да, ну, бездоказательно, я уточню, но тем не менее, я абсолютно не удивлюсь, если там вместо парка опять появятся три-четыре таких двадцати пятиэтажных свечки жилых, и все будет в порядке. А вы бились за то, чтобы там вообще, по-моему, Гаврилова не застраивали улицу, вас беспокоили там, извините меня. Я не знаю, в данном случае, какую историю вы вспоминаете, потому что истории было много, да, истории было много. Выберите себе, но по вкусу. В 2007 год, когда мы проводили инвентаризацию в Новосоюзском районе, было озеленение процентов 8-10 по разным меркам, когда мы оценивали. То есть на очень плотный район со значительным количеством населения, это один из самых густонаселенных районов, было всего, вот по разным меркам, у нас от 8 до 10 процентов степени озеленения. После этого случился 2009 год строительство объектов универсиады, которые пришлись на пойму реки Казанки. И вот вся наша многострадальная пойма Казанки сейчас стоит в очень красивых спортивных объектах. И, наверное, не в период чемпионата мира бы об этом вспоминать, когда у нас у всех, так сказать, патриотические настроения, но в реальности и футбольный стадион, и дворец водных видов спорта построены за счет зеленой зоны, причем шикарнейшей зеленой зоны. Это были водно-болотные годы, это были пойменные леса. Сергей Германович у нас здоровье, наверное, оставил на отстаивании вообще вот этой территории. Причем это были места лесов, не просто лесов, это были старые дубравы, это были дубы 150-летнего возраста, вот какие останутся там оставались. Это были старые липы, там 70-80-летние, и более того, там было место обитания 18 видов, занесенных в Красную книгу, в том числе, вероятно, одна из крупнейших популяций очень редкого вида ужовника обыкновенно. Вот мы часто об этом говорим, что это все было. Сейчас от всего этого великолепия былого остался крохотный кусочек небольшие крачковые озера, прижатые к мосту Миллениума. Но и через них по новому генплану сейчас планируется строительство дороги. Хотя там совершенно тупиковая ситуация. А там-то еще куда дорогу строить? То есть около дворца единоборств, получается. Там небольшие крачковые озера с колонией крачки. И опять-таки через эту территорию, которая потенциально должна быть ООПТ, по генплану сидит дорога. И все вопросы по поводу, почему она здесь, она же прямо в тупик выходит. Она выходит на мост Миллениум сразу, хотя могла быть обойти. Сводится на нет. Ну так вот, я просто продолжу, что строительство, застройка территории Новосавинского района в пойме реки Казанки 2009-2011 годах, по нашим подсчетам оценка экологического ущерба составляла, причем это мы официально считали для проектировщиков, составляла порядка, вот дай Бог память, три или более, три с хвостиком миллиарда рублей. Не миллионов, три миллиарда рублей. Чтобы вы понимали, вот просто порядок цифр экологического ущерба, который в этом случае был нанесен. То есть все строительство оценивалось, по-моему, в 14 миллиардов, а нанесенный ущерб оценивался в три с лишним миллиарда. Самое сложное, вот этот... Я просто продолжу. И степень озеленения у нас после застройки поймы упала в два раза. И сейчас у нас в Новосавинском районе 4-5% степени озеленения. И это та самая полоска улицы Гаврилова, с которой жители бьются. И это крохотный парк Победы с чахлами, скажем так, ивниковыми зарослями. То есть это не леса, это просто небольшие кустарнички идут. Вот. И, собственно говоря, два озерка, там еще у нас есть Чайковые озера, где тоже есть озеленение, вот тоже такое же чахлое. Около седьмой больницы. Вот это все озеленение Новосавинского района. Я сама житель Новосавинского района. Мне не безразлично, чем я дышу. Понимаете? Совершенно в этом плане. Мы с вами земляки в этом счете. Мы земляки, да. Спасибо, написав Мансур. Да. Там еще предусмотрен мост по кинплану на новаторов, вот на русскую Швейцарию. У нас будет мост проходить через, я насколько понимаю, через сады. И уничтожаются нисколько даже зеленые территории. Родники, вот это водное пространство, там уникальные родники. Текут. И я сейчас один момент только скажу. У нас помимо новатора, помимо Казаньки, есть еще проблема Ноксы. она никак в генплане не отражена. Хотя Нокса входит, насколько я понимаю, в Куйбышевское водохранилище. Мы эту воду тоже пьем. Нокса у нас тоже активно застраивается по территории всей Казаньки. Вместо того, чтобы там появились экологические набережные, велосипедные. Уже были деспоты по поводу Ноксинского спуска, Ноксинского леса. Они даже не были связаны с этим проектом генплана. Безотносительно этого проекта были уже выступления. Я не только о Ноксинском спуске, я о всем протяжении реки, который проходит через значительную часть территории Казани. Плюс еще река Кендерка, которая у нас в восточной части города. Вы не застали советские времена. Я вам могу сказать, как в советские времена говорили про Ноксу. Надо внимательно смотреть, что там сегодня было на Комзе. То есть потечут, потекут, там соли тяжелых металлов или нет. То есть что там текло по этой Нокси, это отдельная песня, конечно. песня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!